Приветствую всех, друзья! Сегодня посмотрим на крутой бой на Ксорчике. ПТшечки из коробок. Делаю видосы по этим танкам, пока это актуально. Пока вам интересно посмотреть, как на них играть, как на них нагибать, потому что в коробках они вам выпадают. Актуальная тема, поэтому продолжаем. Ксорчик, про него уже много сказано, я уже много на нем поиграл. Но давайте подытожим немножко в одном этом конкретном видосе. Для начала давайте коротко про боек. Попали на затерянный город, стандартный бой. Попали с семерками, и наш боец играет на голдишке. Обычная аптечка ремкой, но с доппайком. Собственно, начало окей, начало сказали. Едет он на СТшный фланг в кустике. Будем смотреть, что он делает, а я пока что поговорю про ПТшку. Что это у нас вообще за ПТшка такая, и почему она мне так нравится, и многие называют ее имбой, в том числе и я. Лично для меня этот танк реально имбовый. Почему, какие у нее есть особенности? Давай начнем с недостатков. У нее плохая стабилизация. У нее плохая перезарядка, то есть ДПМ очень хреновый. Что у нее еще плохое? Ну, в целом, для ПТшки пробитие базовым снарядом 226 тоже достаточно слабое. У нее особо нет брони, чтобы вот прям что-то серьезное отбивать. ХПшек стандартно, в принципе, для ПТшки 8 уровня. Есть еще какие-то недостатки? Ну, наверное, особо нет. Давай теперь поговорим о достоинствах. Наличие самого барабана как такового. Хорошие углы склонения. Там минус 11, по-моему. Хорошая динамика в целом. То есть, ну, удельная мощность не такая большая, но зато набирает максималку под 60 км в час. То есть, с каких-то горочек там или по прямой довольно хорошо можно разогнаться. Вот, про барабан продолжим. Здесь, как бы, 4 снаряда по 320 альфы. То есть, с одного барабана мы наносим практически 1300 урона. 1280. Да, кодешимся потом после этого 40 секунд. Но между выстрелами достаточно быстрая перезарядка. То есть, мы эти 1300 урона раздаем за 6 секунд. То есть, выстрел. 2 секунды прошло. Выстрел. 2 секунды прошло. Выстрел. 2 секунды прошло. По выстрелу все. Или как там. Переборщил, может, с выстрелами и с 2 секундами. Ну, короче, вы поняли. 3 раза нам надо подождать между снарядами. Соответственно, за 6 секунд вы раздаете 1300. То есть, вот если бы сейчас этот КВ-3 остался с 1300 хп, его бы не стало за 6 секунд. Так еще быстрее, потому что он нам вообще на 3 выстрела, а даже, может быть, на 2. Но нет, не догорел. Про барабанчик, да? Ну, по обзору тоже не очень все прекрасно. Хотя у нашего героя, судя по всему, стоит, может быть, оптика. Скорее всего, да. То есть, он играет с оптикой. Потому что, если играть с вентилями, ну, с вентилями, механизмом поворота и приводами наводки, не хватало бы обзора. Собственно, но главная особенность, о чем я хотел сказать, и почему наш герой играет на голде на премиум танке 8 уровня, это подкалиберы. Они летят очень быстро, 1400 метров в секунду, и у них пробития безумные для 8 уровня, 320 единиц, ну, 320 миллиметров. На 8 уровне из более сильных снарядов есть разве что, ну, вот там какая-то, типа, ИСУ-ха, да, с тоже таким, типа такого пробития ИСУ-152. Но это все-таки не надо путать, там, ПТ-шку, которая с барабаном, да, может играться в упор, там, выходить... А, кстати, я забыл сказать вообще про как таковое наличие башни у ПТ-хи. Да, не все, не у все ПТ-хи обладают башней, то есть это такая полу-СТ-шка, полу-ПТ-ха. 320 единиц пробития на 8 уровне. На танке, которая играется как... Нормально, кстати, блайнды дает. На танке, которая играется как СТ-шка. Практически. У вас на СТ-шке 320 пробития. Вы пробиваете вообще все. Но есть одна особенность в этих подкалиберах, которую я сразу... Ну, я ее уловил, но не проверил, не посмотрел именно по цифрам, что чем дальше расстояние, тем больше теряется это пробитие. Если, допустим, вот у какого-нибудь, берем Беджер, у него голдой 320 пробития на 100 метров, если он стреляет на 500 метров, у него не 320 становится, а 300. То здесь разница намного больше. На 100 метров у нас пробитие 320, а на 500 метров уже 220. То есть просадка в пробитии на дистанции очень большая. Я это сразу заметил, типа, камон, почему я не пробиваю, почему я не могу защитника там в НЛД на 500 метров пробить. Но потому что уже пробитие даже не 250 какие-то, да, а 220. Очень сильно теряется, поэтому на этом танчике прям в упоре с десятками довольно комфортно играть. То есть кто-то отстрелялся, ты выходишь и ты практически все пробиваешь легко. То есть у тебя перезарядка какого-то суперконкорора там. Только суперконкорор там или просто конкорор, это 9-10 уровни, а ты на 8-м левеле и у тебя барабан еще есть. Так, далее 1. Добиваем. Да, не успел нам дать. Отлично. Вот, да, эту особенность надо учитывать, что на дальние дистанции у тебя пробитие не такое уж и хорошее, как хотелось бы. Потом, что еще по танчику рассказать? В принципе, по модулям можно, да, многие вытащили этот танчик и не знают, какие модули ставить. Однозначно вентиляцию надо, желательно вообще бону. Что-нибудь на стабилизацию или на сведение, это либо приводы, либо механизмы поворота, скорее механизмы поворота. У меня лично стоит приводы, механизмы поворота и вентиляция, но можно, как наш герой, допустим, поставить на обзор оптику. Я, кстати, вот с таким набором не катался, потому что у тебя же ПТ-шка, да, у тебя ПТ-шная маскировка еще, ко всему прочему. И если ты раскачаешь обзор, ой, как-то он выехал, даже назад не откатил немного, не знаю, опасно выехал, прям сильно, сильно направо. Можно было засветить их двоих, откатить назад. Тут везет, что Бизонты не едут, не пушат вместе с Т-20, они не понимают нашего КД, не понимают, что сейчас перезарядочка, что 40 секунд, и нас легко убить. Этого всего не понимают, поэтому нам везет, поэтому этот бой, собственно, мы здесь и видим. Уже 6 фрагов, уже почти 6000 урона, офигенно все складывается пока что для нас, отстреляют, ну, просто только заряжаем барабан, кто-то подставляется, только заряжаем барабан, кто-то подставляется. Так, по оборудованию, я что, я все сказал, да? Вентиляцию обязательно, какие-нибудь механизмы поворота, например, и оптику можно, либо два модуля на сведение, механизмы поворота и приводы. Вот, по экипажу, там что, братство, маскировочка, это обязательно все, там всякие короли бездорожья, лампочки, ну, в принципе, все понятно, хотя ремонт тоже было бы неплохо вкачать. То есть нету каких-то особенностей конкретно под эту машину, что вот нужны только вот эти вот перки. Вы все знаете эти базовые стандартные перки, что братство, маскировка на ПТшках нужны. Все, качайте их там. Король бездорожья, Виртуоз, на ПТшке нужны. Окей, качайте. Бесконтактная БК, там отчаянный, интуиция, в принципе, особо не нужна. Вот, давайте уже дальше говорить про бой и вообще про конкретно, конкретно, ну, в общем, про танк, про что он и зачем он. Если вы думаете, что этот танчик про то, что, типа, прикольно фармить, ну, я не думаю так. То есть у нас есть в игре очень много премиум танков, их около 80, и фармить есть на чем. Есть всякие. Су-130, Скорпионы, которые в качестве вот фарм-машин намного лучше будут справляться. Там стреляешь ББшками, у тебя хорошее пробитие, у тебя хорошее альфа, не паришься. Даже та же Исуха, мне кажется, может чуть получше подходить для фарма, чем этот аппарат. Этот танчик, эта ПТ-шка, это больше про то, кстати, ну, он не заметил, что Бизон смотрит на него. Надо было каточек давать. Эта ПТ-шка больше про то, что заряжаешь голдовые снаряды, заряжаешь туда доп. паёк, ставишь сюда боновое оборудование, и кайфуешь. И кайфуешь, потому что даже попадая с десятыми уровнями, ты их пробиваешь очень хорошо, ты катаешься куда-то поближе. Я там помню, даже ИСа-3 просто в лоб башни стрелял, просто ИСа-3 в лоб башни расфигаривал. Вот от этого ты кайфуешь реально. Вот от этого пробития, от этого голдового. И при этом это премиум танк, поэтому ты даже в минус еще не уходишь. Из-за того, что ты играешь на премия, это такая реально машинка, на которой зарядил голдишку, и нагибаешь. И ты, вот ты когда против него играешь, представьте, вы играете на каком-нибудь там, не знаю, образно даже защитнике. Приезжает вот эта вот хрень в упор, она, во-первых, тебя может пытаться крутить, во-вторых, у нее 320 пробития, и ты, когда с ней в упор, ну может быть там лоб в лоб, она как-то там может срикошетить, и то довольно сложно. Но ты просто не можешь от нее, ты ее никак не можешь вытанковать. Она вот приезжает, и раздает, и просто, и просто у нее 1300 урона, у нее охрененное пробитие, единственное, что ты можешь сделать, это как-то пережить ее барабан, и после этого уже убить. Но если у тебя недостаточно хп, чтобы пережить ее барабан, все, как бы, она ошибок очень мало прощает, соперникам, если находится в хороших руках. Давайте смотреть результаты, цифры, конечно, космические, как бы, вроде бой, ничего особенного, да, но просто барабан за барабаном, барабан за барабаном, и вот у нас получилось, давай смотреть сколько. А получилось у нас 7860 урона, 11 фрагов, медаль пула, основной калибр, танки-снайпер, воин, 2160 чистого, опыта, это дофига, особенно для ПТХи, да, он практически в упор воевал, 32 выстрела, 29 пробитий получилось, только один раз кого-то там не пробили, офигенно, просто офигенно, барабан за барабаном, вроде ДПМа нет, но каким-то образом она успевает настреливать, она успевает за счет реализации именно, то есть у тебя, да, сам барабан долгий, но при этом есть вот какие-то, ну что там, например, какая-нибудь Шкода Т27, да, на восьмом уровне, у нее ДПМ больше, но при этом реализация барабана хуже, потому что хуже точность, хуже пробитие и так далее, здесь барабан дольше, там, да, ДПМ хуже, но при этом реализация этого барабана намного лучше получается, за счет этого она настреливает, лично мне вообще в кайф на ней играть, пишите, как вам эта ПТшечка, как вам играть на ней, как вам играть против нее, что думаете вообще, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, обязательно ставьте лайкосы, и увидимся в следующих видосах и стримах, всего доброго, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok